Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня больше про мышление хотелось бы поговорить. Что такое риск, что такое безрисковые инвестиции, какие последствия бывают у людей, которые говорят, у меня нет никаких рисков. По большей части это относится к людям, у которых есть собственный бизнес, которые говорят, Максим, какие риски, да? Я там на Алиэкспресс заказал товар за 100 рублей, продаю в России за 1000 рублей, у меня вообще рисков никаких нету, да? Даже если я снижу там цену в два раза, у меня все равно x5 будет. Что из этого обычно бывает, к чему это приводит? Примеры жизни. Когда люди говорят, что у меня риска нет, что мой бизнес безрисковый, я в этом случае стараюсь, ну не то что убедить, я стараюсь объяснить, что если вы не видите конкретно рисков, это не значит, что их нет. Это просто речь о том, что вы их не видите, не знаете, не понимаете. Если вы их не знаете, не видите, не понимаете, то в случае реализации рисков у вас нет плана, как на них реагировать. То есть в моей конкретной истории была ситуация, когда я встречался с одним человеком в Воронежской области, он был собственником ликвироводочного завода. Я, соответственно, работал в инвестиционной компании, предлагал покупать акции. И он мне говорил, молодой человек, у меня рисков нет никаких. То есть мне с Кавказа приезжает цистерна спирта, я эту цистерну спирта практически в пропорции один к одному развожу с водой, разливаю по бутылкам, и у меня уже перед воротами моего завода стоят фуры, которые готовы принимать этот разлитый спирт, разбавленный. И моя доходность там 30% в месяц. Рисков никаких. Мне привезут, у меня линия стоит, я разлил, акцизные марки наклеил, погрузил, 30% заработали. Что вы не можете предложить? Я говорю, ничего. Свободный. При этом человек опять-таки ездил на автомобиле, там, с двумя автомобилями сопровождения на бронированном Геленвагене. Последний раз я его видел на Тойоте Камри 1, сам за рулем. Это опять еще раз к вопросу о том, что неправильно говорить, что нет рисков. Риски есть всегда. И поэтому часто, особенно людям, я говорю, прочитайте антихрупкость Насима Калеба. Он как раз вот про это и говорит, что ошибка выжившего. И вы живете просто до тех пор, пока событие непредвиденное, черный лебедь не разрушила ваш бизнес, ваш капитал и еще что-то. Имейте антихрупкость, имейте диверсификацию. Когда есть диверсификация, вам становится, в принципе, все равно. Причем даже диверсификация может привести к потерям, к существенным потерям. Но не всего капитала. И это очень важно. Есть риски в покупке акций. Это просто диверсификация. Самое простое может быть покупка акций с отрицательной корреляцией. То есть, что такое отрицательная корреляция? Например, возьмем акции компании, к примеру, я просто привожу, акции Лукойла и Аэрофлота. То есть, если цены на нефть высокие, цены на бензин высокие, Лукойла от этого хорошо. Лукойл от этого зарабатывает больше. Соответственно, если у меня в портфеле присутствует и акция компании Лукойла, и Аэрофлота, Аэрофлоту будет плохо. Потому что, если будут высокие цены на авиабензин, то в этом случае одна из значительных статей затрат авиационной компании – это топливные расходы. И топливо увеличивается. То есть, себестоимость увеличивается, прибыль в авиационной компании уменьшается, когда цены на бензин дорогие. Поэтому получается, что если цены на бензин растут, Лукойлу хорошо, Аэрофлоту плохо. Лукойл будет расти, Аэрофлот будет падать. У них будет разнонаправленное движение. То есть, условно, нефтяная компания будет расти, авиационная компания будет снижаться. Если вдруг подойдет что-то с точностью до наоборот, я не знаю, цены на нефть упали, дополнительные налоги какие-то ввели в адрес нефтегазовых компаний. А авиационная отрасль, например, субсидирует государство. И здесь получается, что нефтегазовая компания, у нее ретабельность снижается, но авиационная компания ретабельность растет. И вот это вот получается некая такая ситуация антихрупкости. Отрицательная корреляция между компаниями. Да, люди же как? Выбирают или Лукойл, или Аэрофлот. То есть, они говорят, ну что, Максим, что ты придумаешь? Ты же сказал, что цены на нефть будут на высоком уровне, значит Лукойлу хорошо. Значит, покупаем на всю котлету Лукойл. И нафиг Аэрофлот. Окей, хорошо, но когда ты знаешь, что здесь? У тебя вечером выходит новый указ президента какой-нибудь, да? Или там принимается постановление правительства об ограничении экспорта нефти, нефтепродуктов, бензинов. У тебя в этом случае Лукойл падает. И у тебя нет никакого компенсационного механизма, который позволяет это перекрыть. И поэтому суть в том, что ты формируешь портфель как раз на таких принципах. Внутристрановый. Второе, там есть акции, есть облигации. Есть акции с отрицательной корреляцией друг против друга. Есть облигации с фиксированной доходностью, с плавающей доходностью. Есть инвестиции на глобальном рынке, есть инвестиции на российском рынке. Есть инвестиции в драгоценные металлы. В физической форме и в бумажной форме, да? То есть, что позволяет. И когда у тебя это все есть, всего по чуть-чуть, у тебя всегда получается, что ты находишься в ситуации, что что-то растет, а что-то падает. И в этом случае просто проводишь разумную ребалансировку, да? То есть, раз в год то, что выросло, ты это продаешь. Тебе при этом без разницы, что выросло. То есть, тебе не нужно разбираться, где сейчас находится нефть. Что там происходит в Израиле, что происходит со спецоперацией, что там произошло с Китаем, где там взорвалась платформа какая-то. То есть, ты просто по итогам года смотришь, какие активы у тебя выросли. То есть, ты поступаешь как Рокфеллерс, смотришь, что дороже стоит, чем год назад. Потому что в этот же самый промежуток времени будет что-то в твоем портфеле, которое будет стоить дешевле, чем год назад. Но все равно в итоге, по итогу долгосрочного периода будет нечто среднее. И ты просто продаешь то, что стоит дорого, на вырученную прибыль, разницу, ты ее направляешь на то, что упало, стоя дешево. И таким образом происходит ребалансировка. Вот и все. Через год это может с точностью наоборот быть. То, что у тебя росло, упадет, а то, что у тебя падало, выросло. И ты опять делаешь ребалансировку. И вот по такому пути следуешь. Я знаю, есть типы инвесторов. Одни, которые за минимальный риск, и те, которые любят экстрим и любят прям большой риск. Ну, то есть они вкладывают много, и они хотят получить сразу быстро много. Но в той же степени они могут все это потерять. Вы к какому типу больше относитесь? Есть вообще по жизни стратегия. Две, наверное, основные стратегии. То есть первая стратегия – это фермер, вторая стратегия – это охотник. Вот охотник – это человек, на которого ты посмотришь, он, как правило, поджарый. Он очень скоростной, он постоянно тусит, у него очень много социальных контактов, он постоянно брыжит идеями, он ищет различного рода стартапы, он привлекает долговое финансирование, инвестиционное финансирование, ему никогда не хватает собственных средств. Он всегда в погоне за какими-то крупными проектами, он в поисках денег, чтобы заработать очень много. И это сродни некому такому охотнику, который просто выбегает в джунгли дикие, с копьем, со своими сородичами, да, и вот они бегут в джунглях и забили мамонта. Забили мамонта, классно, супер, все рады. Притащили за хобот этого мамонта в деревню, на всех поделили, да, все, все лежат, нажравшиеся от пуза, да. Но через неделю возникает ситуация, что нужно снова вставать и снова бежать за мамонтой. И в случае, если ты не побежишь, то ты подвергаешь риску своей собственной семье. Мало того, когда ты бежишь, каждый раз, когда ты начинаешь убегать в лес, подвергаешь опасности в жизни всего своего клана. Ну, всей своей семьи, потому что ты просто можешь не вернуться, тебя там дикий мамонт забьет. Вторым недостатком данной стратегии является то, что чем старше ты становишься, тем больше риск несет каждый поход в лес. Потому что внимание теряется, сноровка теряется, мышцы стареют, ран уже много полученных, которые зажили, да. Все больше и чаще возникает риск услышать фразу «Акела промокнулся». И то есть со временем получается, что у тебя риски растут и объем добычи, который ты приносишь, он уменьшается. Просто потому что ты стареешь элементарно. И кто-то выбирает этот путь. И для кого-то эта стратегия нормальная. Это люди, которые пытаются построить бизнес, но не всем быть охотниками, не всем быть бизнесменами. Другой путь – это фермерство. Это человек, который не бежит ни в какое поле, он в никакой лес, он просто возделывает поле, сажает деревья, сажает пшеницу, возделывает это, выращивает, удомашивает кур, сход домашний, да. И получается, что он несет меньше рисков, он получает более стабильный результат. Да, он не получает гору мяса, но у него и не возникает необходимости через неделю, через две снова бежать в лес, чтобы эту гору мяса съесть, да. Он постепенно возделывает свой участок. И со временем, в отличие от охотника, чем больше он уделяет время и внимание своему хозяйству, тем оно становится больше, тем больше земель, тем больше его род, который помогает ему это обрабатывать, тем больше у него домашнего скота, и у него начинается некая такая экспансия. И в какой-то момент времени он, в принципе, может этого не делать, засадив деревьями какими-то, да, то есть взять работников, да, которые будут это делать. Ему не будет необходимости ни в лес бегать, ни самому возделывать, да, то есть он может жить уже на доходы, которые из этого получают. Это фермерский подход. Да, ты здесь не получишь быстрого результата, да, у тебя не будет никаких эксков, но с меньшим риском ты больше проживешь и больше вероятность того, что там твоя семья, этого капитала, ты сможешь это передать по наследству. А что охотник передаст по наследству своим детям? Копье свое? Ну и то оно когда-то сломается в конечном счете. Было в моей жизни история, когда я был охотником, и были эти результаты, да, но и были результаты, когда мамот меня очень сильно попинал, да, и после того, когда я там выбрался из этой ситуации, но я про капитал сейчас в первую очередь говорю, это не физическое состояние. Я для себя принял решение, что скорее всего там это было в возрасте 26 лет, 36 лет, даже 35, 35 лет я принял решение, все, как бы, хватит мне бегать в полях за большими прибылями, да, я буду постепенно это накапливать. И сейчас это делаю для себя, для своих детей. Мы поговорили про то, какие бывают инвестиционные стратегии, да, и напишите, пожалуйста, в комментарии лично вы, к какому типу людей отмытитесь. Вы охотник по жизни или вы все-таки инвестор? Если биткоин рулит и он будет миллион, ну, скорее всего, это, наверное, философия охотника. Если мы говорим о том, что есть акции компании Coca-Cola с относительно невысокой дивидендной доходностью, но у которой выручка растет последние 30 лет подряд, это, скорее всего, некий такой подход к фермерам. Посмотрите, на чьей стороне вы находитесь. На основе того, что я рассказал, у вас, наверное, будет больше понимания относительно развития будущего времени, да, и посмотрите, сколько вам лет. Потому что я вижу, что достаточно уже есть люди, которые там и в возрасте, там, 40, 45, 50, по-прежнему находятся в позиции охотников, да, и такие, знаете, упертых охотников, которых там уже и жизнь попинала, и мамонты попинали, и саблезубые тигры, они все равно их кровь вытирают, да, вот это сопли кровяные, да, и говорят, нет, все равно я пойду и альткоины буду какие-то покупать и отобью все свои потери. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok